Народный день театра, мы не случайно с вами собрались, он прошел 27 марта. Мы с вами, ну, не можем сказать, что такие супертеатралы, но любим наш драматический театр Ставропольский, да, именно Михаила Евгеньевича Лермотова. Ходим на многие представления, и благотворительно нас везде ждут двери открытых Ставропольских театров, да. И, конечно, такое действие происходит, которое не может не затронуть душу, потому что артисты стараются, выкладываются для нас, скрасить наши губы, да. Вот, и я сейчас такую вот веселую, такую страничку небольшую включу, хорошо, чтобы мы настроились на этот план. Можно даже и потанцевать немножечко, да? Можно и потанцевать. Андрей Абрамевич, гости на все. Для начала, все, я знаю, по-другому. Театр, на самом деле, ну, вот немножко так вот в историю, от греческого слова «место зрелищ». На самом деле, самый знаменитый такой греческий театр, это театр Эпидавр, да, где просто на самом деле, вот здесь, ну, кто видит, может посмотреть, что это была просто арена на траве, люди рассаживались, люди эти, на самом деле, могли принести с собой еду, то есть отдыхать, это место отдыха. А уже более позднее это место превратилось в такое немножко даже пафосное, да, мы всегда в театр, что стараемся одеться красиво, переобуться, во всяком случае, раньше мы всегда там делали, да? Для нас это уже стало место. А вот в греческий театр, он все-таки был таким вот местом отдыха. Мы сейчас попутешествуем с вами вначале по презентации немножко, да? И поймем. Вот история, да, с трекцией преследовал, то есть театр, да, почему? Что если сценическое действие наводило отклик у зрителей, вот сегодня проверим, эстетическим действием я занимаюсь, или другим, если отклик будет хороший, значит, все свершилось. Ну, на самом деле, мы, конечно, и мероприятия лишь не для себя же правы, но чтобы вы порадовались, чтобы у вас все было замечательное настроение, хорошее. Вот. И поэтому, вот вы знаете, языческие на самом деле раньше вот эти все празднества, они на самом деле и преследовались. Вы знаете, и ведьм на кострах сжигали, и лицедейство чуть вот так вот прикручивали, ну, не давали, да, скомарухов вообще, царь Алексей Михайлович вообще сказал бить кнутом, так сказать, непряником, наказывать этих людей. Вот. Это были и такие, но античный театр мы уже опять видим, это арена. Арена просто, и можно было располагаться очень близко зрителям к арене, и богатые люди даже могли вот как-то вот прям рядом, может быть, и руку позволяя, реактор даже поцеловать. Ну, вот так вот. Ну, и вот мы видим Бога Диониса, и что он нам вот вещает этот Бог. Почему Дионис? Он снимает с людей груз земных завод, бытовых обязанностей, умеряет горе, и за это люди чтят Диониса. Какие чёткие, да, точные слова. Снять бытовые заботы, умерить горе. И, наверное, поэтому мы с вами идём в театр, который ещё придумали древние греки. Вот ещё богини Мельфомена и Талия тоже стали такими знаковыми символами, и оставили свой след, да. Мельфомена держит маску, очень знаковая такая вот статуя. Талия у Талии в руках тоже маска, другая. Я сейчас глубоко так вот не вдаюсь в этих подробностях. Ну, кому будет интересно, у нас есть и книги по этой теме, можете тоже прочитать это всё, да. А вот такой вот Европейский театр Средневековья. После падения Римской империи античный театр был забыт. И идеологи христианства, да, вот как я сказала, за лицедейство наказывали. Вот эти скомороки-пелесудни не очень были в чести. Средневековый театр возрождается заново, поэтому пришлось. Из народных обрядов и религиозных праздников, и ценировок, и церковных служб. Вы знаете, вот такое слово гистрионы. Так называли актёров гистрионами в эпоху раннего Средневековья. Вот эти гистрионы тоже, они в преддворах, потому что властители что, хотели развлекаться, хотели греть свою душу, расслабиться после трудов и забот очень таких, балов шумных всяких, да. И вот основная линия развития искусства гистрионов связана с выступлением на площадях и улицах. Эти люди приходили, выходили в люди и несли своё искусство на площадях и улицах. Сейчас мы тоже с вами можем увидеть, может быть, даже где-то гистрионов. У нас бывает и молодёжь выходит, но теперь это уже называется флэш-ромы, когда они выходят. И мы видим с вами в метро, да, вот на станции Маяковского, он ведь недавно пел вообще, играл, вернее, симфонический оркестр. Внезапно раз появились люди. То есть, ну, вот, наверное, это всё вот оттуда. Ренессанс, эпоха Возрождения обогащали, потому что появились, во-первых, вот и литераторы великолепные, о которых чуть позже я скажу, и вот культура, так сказать, мощный исток откуда, потому что театральное действие невозможно на этом без драматурги, без драматургов. И вот появились, наверное, пьесы такие, которые дали толчок, возможность возрождения, вот эпоха Возрождения. Ну, театр эпохи Возрождения, ну, конечно, здесь учёный, поэт, математик Леонардо Дагинча. Но он весь день, мне кажется, это просто, ну, гений. Вот, конечно, появился такой драматург Елен Шексперт. Вот на нём я хотела немножко остановиться и дальше проследовать тоже. Дело в том, что, ну, конечно, театр без Шекспира, ну, невозможно, потому что театр Глобус в Лондоне, это на самом деле уникальное место. И по сей день, дело в том, что он был разрушен, и только в 1988 году опять воссоздан по образцу и подобию. На самом деле театр Глобус представлял собой строение небольшое, оно такое, трёхэтажное, с крышей, по кругу расположено. И буквально на траве вот эта сценическая площадка, ну, как я поняла, я его не видела, к сожалению. Возможно, он пишет, всем вам тоже желаю этого. Вот. И на сцене вот это вот внутри вот этих, он по кругу, да, вот так вот располагается. И внутри ложа, то есть прям вот внутри здания. Люди могли заходить и смотреть представление, которое внутри, вот, ну, как дворы у нас, да, вот такие вот по квадрату. Да, как арена сырка. Да, как жирку, да, да. Вот. И могли смотреть и всё это располагаться. Дело в том, что театр Глобус, на самом деле, Илья Шекспир, это остались навсегда его пьесы, они до сих пор идут. Ромео и Джульетта, Гамлет, Таттелла, Король Лир, Магбет, да, это знаковые, мне кажется, все театры мира когда-нибудь брались за хотя бы одну из таких вещей. Ну, вы знаете, что во Франции, это вот мы в Лондоне побывали, а во Франции появился великий драматург Жан-Баттис Мальер. Его настоящая фамилия Факли, и вот он так же, как Шекспир и Мальер, в своих, так сказать, комедиях, на что было нацелено? Показать, какой бедный крестьянин и какой богатый барин, который обижает крестьянина, но выигрывает, как всегда, добро, побеждает зло. И барин наказан, и раскаивается за свои поступки. Вот такие вот пьесы Мальера, вы все знаете, «Мещеным во дворянстве». Мы все изучаем в школе и дальше смотрим с большим интересом. И вы знаете, потом появился еще такой замечательный драматург испанской уже литературы Лапе де Вега. Лапе де Вега – это просто гений, потому что в пять лет он уже сочинял свои пьесы. Но так как не умел писать, то мальчикам вот в своем пансионе он за завтраки просил старших школьников записать быстро, что он сочинит. Практически дитё не ело. Представляете, был год искусства. Он уже в пять лет, а потом, конечно, начал писать. Писал с пяти лет. Это, конечно, уникально, да? И мог импровизировать. Ну, и Лапе де Вега – это вот аличий источник, его знаменитая пьеса. А вообще, конечно, для нас это что, собака на силу. И сейчас мы видим экранизацию и смотрим с удовольствием уже фильм экранизирования по этим великим пьесам. Самый плодовительный. Более двух тысяч пьес он написал. Дело в том, что… Ну, вот я почему вот троих, так сказать, выделила, потому что, ну, это двух столбовок. Ну, я на свой такой скромный взгляд, что это столбы вот драматурные. Вы знаете, что сейчас немножко перемещусь и в Россию, и скажу, что на самом деле, ну, россияне, что раньше приглашали в основном французов исполнять вот эти вот пьесы, и в Петербург стали чинить театры, да? Но произошло вот такое вот событие, что, опять же, говорю, скоморохов преследовали. И вот Алексей Михайлович запретил выступление этих бродячих актеров, побивал их плетьми. Но сценическое искусство продолжало жить, потому что народ наш, талантлив, уникален и прекрасен. И вот вы знаете, что на Руси такой замечательный появился актер Фёдор Волков. И в Ярославле он создал театр. Тоже уникальный актер, слава о нём дошла, конечно же, до Петербурга. И Елизавета Петровна, уникальная тоже женщина, она позвала Фёдорова Волкова со своей ярославской труппой и своим указом повелела ему в Петербурге создать театр. И Фёдор Волков принялся за создание русского театра для представлений, трагедий и комитий. Вот такой вот 30 августа 1756 года был издан такой указ. А директором театра стал поэт, драматур, театральный деятель, мы все знаем, Александра Петровича Сумарокова. Это уникальный на самом деле человек. И всё вот так вот сложилось. Это в Петербурге. А в этот момент в Москве уже у нас был выстроен Московский университет. И тоже, так как пошло развитие науки, и в этом Московском университете учился замечательный Денис Мангинзин. И мы знаем, что тоже захотели, он тоже написал свою пьесу. А какую пьесу вы все, наверное, мне скажете? Недроссель. Пьеса Недроссель. И вот пошло уже в Москве такое развитие. И немножко, вы знаете, сокращаю, чтобы было понятно, что театр не в одном месте, а вот во всем городах. И в Москве пьеса Недроссель идёт до сих пор. И в нашем Ставропольском академическом театре имени Левнатар идёт эта пьеса. Пьеса Недроссель. Вот, это немножко мы вот так вот прошлись по истории, да? Но я думаю, что мы с вами сделаем? Мы, может быть, сейчас немножечко музыки, да? Или дальше попробуем? Можно музыки. Вот, сейчас немножко я тогда уже закончу презентацию, и будем и танцевать. Вот, крепостные театры. На самом деле, это, вы знаете, уникальные вещи, крепостные театры. Вот слайд сразу мне, вот подсказка такая. Дело в том, что у нас такие замечательные актёры, как Щепкин, Мачалов, Каратыльгин, Садовский, Савина Ермолова, они практически все через одного были крепостными. Вот, вы знаете, что Михаил Семёнович Щепкин, он долгую свою актёрскую жизнь начал крепостнуть и стал свободным, только получив известность как провинциальный актёр. Вы знаете, Щепкин настолько умел преображаться на сцене, что люди, когда он выходил со сцены, люди у него горели в глазах просто. Как говорят, адов огонь в них горел. И он всех заражал своим действием. Потому что, ну, эмоционально, вот пишут они все, и Садовский, проф. Михаилович Садовский, он дружил с Щепкиным Михаилом Семёновичем, он говорил, я его просто боялся, когда я выходил со сцены, я боялся с ним встретиться, потому что это было именно. Но после этого, пишет проф. Семёнович, ой, извините, проф. Михаилович, что Михаил Щепкин после этого болел, но неделями лежал. Почему? Потому что эмоции подали другому человеку, особенно если ты делаешь это уникально, благородно и честно, это дорогого стоит, это очень тяжело отдать себя другому человеку. И вот, вы знаете, что первым из артистов, вот Мачалов, например, он оценил шекспировского гамлета, потому что, ну, многие не понимали, что это. Это надо на самом деле так вот глубоко туда проникнуть. И поставил. Мачалов тоже замечательный наш русский актёр. И вот навсегда вот эта школа, мы сейчас знаем, да, Щепкинское училище. Всё-таки многие актёры и по сей день, наверное, учатся чему-то Михаилу Семёновичу Щепкину. Ну, вот рассказывали, что Надежда Михайловна Медведева, другая знаменитая актриса, и она рассказывала, что очень тяжело было выйти к публике после Мачалова, например. Ну, потому что все кричали, его не отпускали. Это сейчас проиграли артисты, и мы смотрим, как уже половина бежит в гардероб. Ну, не всегда, но я наблюдаю это очень часто. То есть, а раньше боготворили артиста. Мачалова выносили на руках из театра. Его просто дамы, а уж представляете, сколько влюблённых дам было, да, когда на сцене играл Мачалова. Есть у нас замечательная вот такая вот книжица, книжка, вернее, извините, «Звёзды русской сцены». Я её открыла и с удовольствием, с таким удовольствием читала. Вот её, конечно, отзвучить, чтобы мы с вами с ней познакомились. Вот. Вы знаете, вот это крепостные, да, я так вот... Ну, виды театра мы все знаем. Какие? Драматический, да, театр, театр оперы, театр оперы, оперета-мюзикл, балет, фантомима, театр тени. Вот драматический театр. Ну, у нас, кстати, замечательный наш драматический театр. И билеты доступны, и можно посещать. И мы с вами часто ходим туда тоже. Вот такой вот знаковый здесь театр оперы в Австралии, Сиднейский театр оперы, в виде парусов. Здание уникальное. Оно всегда на картинках. И если его видишь, но не запомнить невозможно. Я думаю, и артисты там наступают. А не тщательно. Вот. Вот сейчас приоткроем. Мы вот такой вот, звание, занавес, и увидим, что есть такой театр-балет. Ну, балеты вот здесь вот, Елена Валентина мне вроде как байдерка изображена. Ну, вот кто и видит. А какие красивые костюмы. Я просто вообще. Вы знаете, я была на балете Людмила Семенякова в Большом театре. Но я тогда даже не понимала, насколько грандиозных мы артистов видим в Москве. Это был восьмой класс. И я думаю, Господи, ну что я балет, что, куда я веду с мамой. Там продавались шоколадки вдохновения. Они меня вдохновляли. Но когда, ну я вам хочу сказать, перелом произошел, когда я увидела, как выкладываются эти люди. Я вот почему-то запомнила. А недавно смотрела старые показы. И Людмила Семенякова выступала. Я думаю, Господи, вот довелось. Довелось. И слава тебе, Господи, что мы их видели. И по телевидению часто показывают. Часто показывают, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Театр, вот, пантомима. Мне кажется, действо очень такое сложное, тяжелое. Ну вот я не видела. Иногда я вижу, как выступают люди. Но прям вот в театре пантомимы никогда не было. Вот. Театр теней. Вот для меня театр пантомимы, это, наверное, все-таки, это же Вячеслав Палунин где-то вот что-то такое. Театр теней, да, когда руками передают, вот, ну, наверное, какие-то специальные приспособления существуют. И тенью с помощью рук там изображают животных, человека. Ну, тоже интересно. Тоже надо поработать, да? Как все это изобразить. Это очень сложно. И вот, ну, для меня вот такой вот театр уникальный. Театр образцово. Помните, мы в 80-е годы нам показывали эти представления. Необыкновенные концерты. Вот, мы их навсегда запомнили, впитали в себя. Вот такие вот замечательные вещи, да? Это театр кукол образцово. Ну, сейчас небольшая такая музыкальная пауза, да? И мы с вами дальше продолжим наше путешествие по театру. А я была в пятницу, в левом году, в левом году, в 40-е годы, на горлете Безлиное озеро. Позвольте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заслуженная по всем-всем местам артистка России, это Татьяна Ивановна Стукачева. Вот она любезно согласилась прийти к нам в гости. Пожалуйста, привет! Как вы меня представили, я вообще не понимаю, о ком вы говорите. Да, 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 Татьяна Ивановна, вот она сегодня, несмотря на репетиции, занятость, вот любезно к нам пришла. Спасибо большое. Спасибо, что вы меня пригласили. Прямо вот на улице такой холодный ветер, а здесь просто праздник. Тепло. Да, мне очень нравится. И вот эта тёплая атмосфера, и вот этот экскурс я с удовольствием слушала. И спасибо вам большое, что многое напомнили. Да, да. Да. Ну вот среди вот таких знаменитых тут фотографий, книг, таких знаменитых имён, мне даже неловко как бы про себя рассказывать. Про себя рассказывать. Я, в общем-то, ну как бы не совсем знаю, в каком формате мне, в общем-то, выступить, рассказать чуть-чуть о себе, но мне даже не мог. Расскажите, я скажу, что, ну я сейчас вот подержу, вот Танечку вот разрешают так называть. Дело в том, что Татьяна Ивановна долгие годы благотворительно записывала для вас. Вы слышали её голос. Много раз в студию приходила и начитывала книги. Вот. Поэтому этот голос вам знаком, ну не скажу, с детства. Это вот её голосом на читанной книге. Сложно, всё это будет почти час. И вот служит сейчас, да, в кукольном нашем Ставропольском кукольном театре. Я была на спектаклях, уникальный моноспектакль с уникальными декорациями, где я видела, что как дети встают на стулья, бросают своих мам и хлопают. Дети на стульях. Это дорогого стоит, значит потрудились эти люди для нас. Поэтому вы заслужили, вы здесь по праву. Спасибо. Ну вы знаете, после 10 класса я не знала, куда пойти, потому что после 8 класса родители настояли. Я пошла в музыкальное училище по классу скрипки, но не смогла там учиться, потому что ну как бы вот не моё. Вот это вот, вот не моё. И после 10 класса я очень боялась ошибиться. И не знала, куда пойти опять, чтобы вот это вот не бросить, чтобы вот это вот... Ну и узнала, что в театре кукол, тогда он был при филармонии там прямо вот на последнем этаже. Требуются актёры, не актёры, а ученики актёров театра кукол. Ну думаю, ну пойду там, перекантуюсь, вот, может быть, что-то пойму для себя там. Ну и пришла, там были замечательные занятия там. И в общем, в скорости меня... Я вначале была ученицей актрисы, потом, значит, меня ввели в спектакль. Первый спектакль это был «Царевна лягушка», где я играла... Нет, нет, боярскую дочь. И вот мы ездили по клубам, в общем, 11 месяцев в году мы ездили по Ставропольскому краю Ростовской области и к армингруппе. И вот тогда же телевизоров, как бы, особенно в сёлах было не очень много, поэтому все приходили. Вот когда мы приезжали, в клуб приходили все, и маленькие, и взрослые, все. И вот я помню, значит, привезли мы этот спектакль «Царевна лягушка», классический, замечательный. Вот, и как я выхожу на... А за ширмой я с куклой, я, в общем-то, я-то не вижу зал. Все люди начинают смеяться, смеются, прямо умирают, умирают. Я такая гордая, выхожу в следующую, в следующую сцену, опять смеются. Я себе так, боже мой, думаю, да у меня профессия в кармане, что мне это самое, что мне учиться-то, я же уже всё умею. Ну и в результате оказалось, что там это самое местный, ну чудак, так его назовём, он выходил в эти моменты просто к ширме, и там ложился, там что-то такое из себя изображал, и люди просто над ним смеялись. А я-то думала, что это вот, это значит, дань моему искусству. Значит, вот, ну и поняла, что да, всё-таки профессии надо учиться. Поступила в Саратов, закончила. Вот, и в нашем театре, которому вот мы в прошлом году отметили 80 лет на минуточку. Вот, это самое. И как бы вот до сих пор скитаемся, нет здания. Ну это уже притча во языцах, поэтому я эту тему вообще опускаю. И не буду говорить о ней. Я хочу сказать, что у нас в нашем театре замечательный коллектив, замечательные актёры, с которыми, ну, очень-очень приятно и хорошо работать на сцене, партнировать. Ну, и я вот вам принесла показать, но я не знаю, будет ли вам это самое... Ну, что-то попасть. Да, что-то видно, да. Я могу, может, комментировать, я могу вот так вот проносить. Нет, ну я вот тут, допустим, да, вот здесь, допустим, вот, допустим, у нас экологический спектакль «Сэмба», который написан в стихах. В стихах там очень интересные куклы. Мы часто приглашаем художников. Значит, вот здесь вот очень интересные куклы. Это две плоскости, вот мы работаем. И все куклы, и лев, и сайгак там, и шакал. Все вот очень красивые, и художница Борисовская. У нас много разных спектаклей, мы работаем и с живым планом. Вот Олечка рассказала вам, какие вообще бывают виды искусства. Так вот, все виды искусства, вот в театре кукол современном, они все используются. И это может быть и балет там, элементы, и балета, и теневого театра. И мы играем и живым планом, и как драматические актеры. И перефразируя вот фразу, что детям нужно, для детей нужно писать, для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше. Вот, поэтому, в общем, современный актер театра кукол, это драматический актер, который может еще, и который еще владеет куклой. Вот, значит, вот у меня есть моноспектакль, за которую я получила губернаторскую премию, называется «Гуси-лебеди». Это русская народная сказка, это вот просто афиша, это просто афиша. Это самая русская народная сказка, которая сделана, вы знаете, художница специально ездила в Вологду, значит, смотрела резьбу, народную резьбу деревянную. Вот он весь сделан из дерева, и вот эта резьба истинная, настоящая. И режиссер приезжал из Вологды, и музыкального руководителя привозил из Вологды, потому что я пою там песни акапелла, вот обработка северная, северная. И вот я учила вот песни именно северной обработки, народные песни северной обработки. Да, вот вы знаете, вот тоже есть такой спектакль «Лиса и медведь». И вот, казалось бы, знаете, вот сказка, но она интересна, допустим, и для взрослых, и для детей, потому что там есть разные пласты. Вот я играю лису живым планом, и у меня есть кукла. В какие-то моменты там медведь с куклой, с лисой как кукла общаются, а в какие-то моменты мы общаемся как просто актеры. И это, знаете, вот об одиночестве, спектакль о любви и одиночестве. Поэтому взрослым он тоже очень интересен, и они там смеются совсем над другим, над чем смеются дети. Вот, значит, и вот сейчас у нас спектакль мы поставили «Золушка». Вот я смотрю, там у них «Золушка», кукольный театр имени Образцова. И у нас сейчас своя «Золушка». Значит, художницу пригласили из Санкт-Петербурга. А знаете, чем люди севернее живут, тем краски у них такие, знаете, нет, наоборот, приглушеннее. А чем южнее, вот в Африке, там же вообще такие яркие краски, глаз мырви, да? Да, да, да. Вот, и вот у нее очень интересные декорации, она так, значит, предложила, и куклы очень интересные. И вот этот спектакль, значит, выдвигается на «Золотую маску» вот в следующем году. Мы будем болеть. Да, и вот я хотела показать, поскольку это вот прямо последняя работа, поэтому это больше. Вот, допустим, мыши, мыши, значит, сделаны, знаете, как носки надетые, это, значит, жанр домашний театр. То есть, как бы все сделано из подручных материалов, то, что есть дома. И вот поэтому, значит, кукла мыши не оказалась. Вот это сделали, значит, носки, набитые, это самое, ватой, и там на них глазки, и вот они надеты просто на клюшки. Вот, значит, вот так сделаны, интересно, мыши. Вот, посмотрите, золушка, тыква, и видите, какие сдержанные краски. Ну, поближе, мы сейчас покажем, не переживайте. Ну, потому что все афиши принести невозможно. Да, вот я просто ей... Да, 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 да. Давайте я могу показать это самое. Могу я. Вот, смотрите, вот это самое. Ну, вот, да, посмотрите, видите, это из тыквы карета. Из тыквы карета, вот это самое. Да, по сказке. Да, по сказке, конечно, по сказке. Вот, вот там на заднем плане мыши, ну, это вот у нас, тут вот мы во дворце профсоюзов сейчас, на пятом этаже, у нас там есть небольшой зал и свет, поэтому такое, в общем, освещение такое интересное и сказочное. Вот, смотрите, сцена, сцена бала. Ну, проносите, пожалуйста. Там, значит, очень интересно сделано, там такие маленькие куклы и маленькие куклы, и, значит, которые, значит, на таких, как хоккеисты, знаете, в хоккее. Вот так вот они, значит, танцуют, сцена бала. Ну, спектакль очень нравится, и, значит, а куклы, значит, там все, и принц, и принцесса, они, это куклы. А мачеха с двумя дочерьми, это мы живые люди. Я вот хотела показать вам, это самое, найти, ой, ой, где, это уже следующее, ага, вот живые люди, вот мы, значит, вот мачеха и две дочери, и тоже это самое, вот мачеха и две дочери, мы играем прямо, да, живые актеры, и мы играем, и это очень яркая и сочная сцена. Вот, это вот что касается спектакля «Золушка», и еще об одном спектакле мне хотелось бы вам сказать, да, у нас, значит, это наш режиссер ставил, у нас есть, значит, вот до этого была премьера, у нас «Золотая рыбка», и это приглашенный режиссер Акинин, и тоже приглашенная Ольга Сидоренко, художница, замечательная. Вы знаете, у нас были костюмы, как рукописи, значит, листки рукописи, на зеленом фоне листки рукописи, и, значит, вот этот, в середине зала стоит вот этот золотой дуб, на котором, на котором дуб, на котором золотая цепь. Да, 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 и, значит, вот, смотрите, вот тут вот пару у меня только фотографий. Золотая рыбка, знаете, как сделана? Это вот на, значит, вот с тканями, мы тканями вот так работаем, я работаю рыбкой, и одной рукой работаю тканью. Вот видите, это вот, это дуб, это дуб, да, и следующую покажет. А красота! Там, на самом деле, у меня есть тканями. Да, музыка, музыка Дюбюси, музыка Дюбюси, это, знаете, вот воспитание, вот, человека вообще начинается с детского сада, и вот, то есть, с детского возраста. И для того, чтобы он потом ходил в большой, в драматический театр, ему, его, конечно, надо приучить, чтобы он ходил в детский театр вначале. Вот. И вот последний, о каком спектакле я хотела сказать. Сейчас, я сама. Сейчас я. Да, она так надо настроить, она чуть блестит, зеклот. Отвечивает. Это, значит, я хотела сказать о спектакле «О истенок и пугало». Это вот у нас, у меня нет, к сожалению, я искала-искала, не нашла ни одной фотографии этого спектакля. Но я хотела, вот, буквально в трех словах вам рассказать о нем. Вы знаете, это, значит, опять же приглашенная наша любимая художница Ольга Сидоренко, и она была как режиссер этого спектакля. И, значит, музыка, значит, она использовала Ханс Циммер. Это оскароносный композитор, который написал музыку к гладиатору. И, ну, вот, это вот за то, что он получил Оскара. И очень много других. То есть музыка настолько проникновенная, и она все сделала в японской манере. И, ну, это вот, ну, неимоверно красиво, проникновенно тонко и щемящее чувство. Там тоже, значит, о том, как, значит, маленького аистенка, в которого попал камень. И, значит, аисты, улетая, не могли взять с собой. Они хотели его заклевать, так, в общем-то, для того, чтобы он не мучился в зиму. И чтобы его там не съели звери, там все. И его, вот, пугало, и оставляет его на всю зиму с собой. И спасает его таким образом. Ну, в общем, очень я люблю наш театр. Но, вы знаете, что, о чем все-таки я хотела сказать, что вот он мне во многих, во многих смыслах в жизни помог. У меня, как бы так, непростая была жизненная ситуация. И вот, когда я приходила в театр, я, конечно, забывала о своих проблемах. И мне это помогло остаться на плаву. И, ну, еще самое главное, что все-таки у нас в театре работают и верующие люди. У нас даже матушка работает. И, вы знаете, это тоже, в общем, это тоже мне помогло прийти к вере, к вере истинной, настоящей. И которая, в общем-то, помогает и спасает. Ну, вот, очень благодарна я Богу, что в конце концов, в конце концов, я обрела эту веру. И, несмотря ни на какие там зрительские все-таки успехи, там, и, в общем, как-то стараюсь все-таки жить без тщеславия, без вот этой гордыни, которая, конечно же, очень многим актерам присуща. И, в общем, приведет ли она нас туда, куда нужно или нет? Вот. Вот. И это самое. Вот на этом я хотела закончить. Я хотела бы, чтобы вы все, вы все нашли свой свет, свою радость. Мне так приятно с вами. Я вижу, что это самое. Вы такие светлые люди. И в таком замечательном коллективе еще раз я хотела поблагодарить работников библиотеки за то, что они вот устраивают такие, то есть объединяют вокруг себя. И сами они очень люди отзывчивые и добрые. И вокруг себя они вот создают такую атмосферу. Большое спасибо вам. Большое спасибо. Спасибо. Приходите к нам, когда чего надо или так. С удовольствием. Спасибо. 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 А мы с вами продолжаем дальше наши путешествия. Поехали. Ну, вот. Дело в том, что на самом деле библиотека дружит с разными людьми. Но Татьяна Ивановна у нас, так сказать, на особо есть такая особая полка. Потому что задает высокую планку человеческих ценностей. Хочет, чтобы рядом они были, эти человеческие ценности. И, конечно, наше подрастающее поколение, придя в этот кукольный театр, получит это все. И я уверена, уйдет с радостью, с добрым сердцем. И детки не хотели. Я говорю, мы еле увели. Мы водили деток-аутистов туда. Кстати, очень много благотворительных спектаклей провела Татьяна Ивановна вместе с коллективом. Это люди, которые спешат делать добро, на самом деле. И поэтому сегодня, когда услышала, несмотря вот то, что репетиция, она сейчас бежит на репетицию, сказала, я обязательно приду к этим людям. С большим уважением относится к читателю. Ну, а мы, чтобы... Я хочу сказать, так как вы у нас благодарные зрители, чтобы дальше что-то рассказать, я могу вот включить вот такую вот замечательную песню тоже. Она посвящается вам, дорогие, потому что без зрителей ничего не состоится. Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где волной с курампы стоял. Безусловно, не меняется отношение наше к искусству. Мы любим ходить в театр, знаем многие вещи, да. Может быть, у кого нет возможности посетить театральную сцену нашего драматического театра, могу сказать, что по каналу «Культура» очень часто показывают и старые спектакли, и новые модные спектакли. Их можно с удовольствием посмотреть и дома. Вы знаете, я с вами хотела немножечко позагадывать загадки, они очень лёгкие, немножко, да, ну, конечно, я не актриса, но полицидист. Он руками машет плавно, слышит каждый инструмент. Он в оркестре, самый главный. Он в оркестре президентского. Ой, молодцы! Он работает, играя, есть профессия такая. Он на сцене с давних пор, та профессия актёр. Актёр в спектакле роль играет, но при том не говорит. Он жестом мысли выражает. Кто облак, динюкальник, он в пьесе роли не играет. Он за актёром наблюдает. Забудет кто-то роль едва, подскажет нужные слова. Режиссёр. Сидит в будке, в таком, суфлёрке. Может, он в коня свалится и ничуть не ушибится. Трюки все он исполняет. В них актёров подменяет. Каскадёр. Каскадёр, ура! Он спектаклем заправляет. На зубах все сцены знает. Учит он, как роль играть. Как его друзья назвать? Режиссёр. Всё, что видите на сцене, что лежит, висит, стоит. Все предметы и представления. Это знайте. Ре. Резит. Резит. Чтоб смотрелось представление, интереснее, благодарность, слышались овации, надобно на сцене, оформление, дом, деревья и другие декорации. Декорации. Молодцы, Катия. Кто любитель представлений, посмотрел их тьму немало, кто театропочитатель, тот зовётся Те-Ал-Ураулом. На самом деле, я считаю, что все мы с вами театралы. У нас всё замечательно и великолепно. У нас, на самом деле, сейчас и многие наши актёры театра, знаменитых театров, да, Вахтангова, Малого театра, да, МХАТа, Театр Сатиры, они вот сегодня к нам тоже пришли в гости в виде вот книг замечательных. У вас на столе стоят книги, например, «Я счастливый человек», это Клара Лучко, вот, замечательная Вера Васильева, Элина Быстрицкая, Ирина Зелёная, Валерий Золотухин, Евгений Вестник, Михаил Ульянов, Георгий Женов, и, конечно, замечательные наши вот актёры современные, они пришли тоже в гости к вам в виде книг. И озвученных спектаклей. Здесь на столе у нас представлены диски. Жан Кокто «Священные чудовища». А поставил Жан Кокто, дело в том, что «Священные чудовища» – очень сложная пьеса, поставил роман «Виктюк» и поставил уникальным образом, где у него исполнители роль мужчин играют женщины, а женщины играют мужчин. Удивительный спектакль. Он, на самом деле, почему я вам такие вот знаковые. «Обнажённая со скрипкой». Тоже вот такой вот диск, замечательный, «Обнажённая со скрипкой». Астросатирическая комедия английского актёра и драматурга Коурда Кирса. Вот. И вот этот замечательный драматург написал для нас вот такую пьесу. О любви, ревности, верности. Там буря страстей кипит. Диски Агаты Кристи. Ведь инсценированные спектакли мы помним с детства, да? Я помню, что я приходила, первая смена заканчивалась, и в час десять по радио России шли спектакли. Но нам их не целиком давали. Десять-двадцать минут, и потом дальше ждёшь, сидишь и ждёшь. А почему? Потому что актёры-то были уникальные, замечательные актёры. И у нас плеяда выросла удивительных режиссёров. Но наш оскароносец Владимир Меньшов, да? Сейчас вот претендовал он вас Андрей Сергеевич Кончаловский со своим замечательным фильмом «Рай». И вы знаете, ведь Рай сейчас получил премию НИКО, премию Российской национальной академии кино и скульптург, премия НИКО была дана в трёх номинациях и за лучшую женскую роль, и за режиссу, потому что он на самом деле очень талантливый удивитель. Никита Сергеевич Михалков тоже, ну как бы мы там его любили, не любили, но тоже уникальные фильмы, уникальные актёры театров играют, да? Вот. На самом деле это и Арсений Тарковский. На самом деле у нас режиссёров этих, и вот Алла Сурикова для нас с вами сняла много-много удивительных фильмов. Это и «Гардемарины вперёд», и разные современные фильмы. Я такой вот небольшой экскурс. У нас на флешках, я сейчас не смогла вам представить, потому что оно выдано, удивительные московских театров, спектакли. Мне в своё время довелось побывать в Театре Ленинского комсомола, посмотреть разных актёров. Это Александр Абдулов, это «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», это одни из первых рок-опер, и замечательная рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона и Агос». «Юнона и Агос» сейчас идёт, вернее, шла в феврале в Ставрополье, приезжал тоже Московский театр, которым по сей день руководит. Вот Алексей Рыбников и, так сказать, пишет свои музыкальные произведения. Вот. Хочу сказать, что у нас в Ставрополе тоже есть сейчас и новые какие-то разработки, и домашние театры. Мы в прошлый раз с вами увидели замечательного Михаила Даниловича Литвинова, который из домашнего театра «Оптимисты» руководитель. То есть, на самом деле, люди хотят это видеть, знать. Ну, и ещё раз скажу, а для чего? Ну, конечно, может, не для развлечения, но чтобы всё нам нравилось, да, в жизни. Может быть, есть возможность отдохнуть, побывать на сцене, познакомиться с этими актерами. Но надо помнить о тех людях, которые стояли у истока. Я сегодня вот такой вот экскурс, ну, как говорится, не очень быстро, но постаралась вас вот провести. Потому что, если говорить и об опере, и об оперете, у нас Пятигорский замечательный театр, да? Много раз... Ну, наверное, вы были? Нет, я не знаю. Нет, не были, да? К нам, на самом деле, приезжали... На экскурсии рядом сидели? Ага, ну да, на экскурсии мы сидели и пели песни даже, вот. Но вы знаете, что к нам приезжал и русский балет, я была на премьере Щелкунчика, вот, как правило, они 6 января проводят, привозят русский балет. И замечательные постановки. Также в Питере, вот, ну, довелось мне быть в Мариинском театре, где Ульяна Лопаткина в таком балете танцует, как Корсар. Конечно, талантливая земля русская. Просто невозможно. Ну, что я вам хочу пожелать? Конечно, прикоснуться к этому искусству. Вы, люди взрослые, вы уже наверняка все это знаете. И были не раз на постановках. Ну, еще раз, несмотря там на самочувствие, придите в театр, посмотрите актеров. Вот Татьяна Ивановна я советую, потому что кукольный театр, ну, вы знаете, я когда пришла, я была сражена. Это был вихрь с просто эмоцией, радостью. А декораций я вообще молчу. Там все вертелось, и все отлаженный свет, и все это уже совсем другой кукольный театр, нежели вот раньше. Поэтому приходите в театр, наслаждайтесь искусством, приходите к нам. Вам спасибо за внимание большое. Дай вам всем здоровья. Всего вам самого-самого. Сейчас, конечно, совсем все буду. Да, пожалуйста, приходите, радуйтесь. Спектакли эти у нас есть, вы можете их прослушать. Субтитры сделал DimaTorzok